Броня креста, и тамки наши быстрые, Твой страна огромная! Я бы хотел рассказать про своего деда, Обедкова Филиппа Ивановича. Он рожден 22-го года и умер в 90-м году. Он прошел всю войну Великую Отечественную, от начала и до конца. Он попал туда рядовым солдатом, дослужился до гвардии лейтенанта. Было у него на войне тяжелое ранение в 43-м году. Очень много происходило страшного на войне, из-за чего он не хотел рассказывать. И он считал, что это неинтересно будет. Самое страшное, он единственное рассказывал, что очень страшно попадать в рукопашную схватку в боевых действиях. Его отряд воевал на передовой, боролся против танкового наступления немецких войск. Так как он был небольшого роста, он очень смешно смотрелся с противотанковым ружьем. Потому что противотанковое ружье, оно порядка двух метров в длину, а рост деда моего был метр пятьдесят с лишним. Но он очень хорошо с этим справлялся. Как он рассказывал, что он сбил, может быть, уничтожил порядка пяти танков вражеских. За что был награжден орденами Великой Отечественной войны, первой и второй степени. И дошел до самой Германии. Когда я пытался расспросить у деда, как было на войне, ну, в детстве всем же это было очень интересно, насколько это страшно может быть, насколько, может быть, впечатлений он набрался. Он вообще ничего не говорил. Он говорил единственное, что для нас войны хватит. Что было на войне, как было на войне, он вообще ничего не рассказывал. Он был достаточно жесткий человек. И, ну, если честно, все его боялись в семье. Как бы в комнату к нему редко заходили. Мне перешел весь архив его, все письма с войны. Вот буквально сегодня с утра я прочитал письмо. Письмо от 8 мая 45-го года. Это, получается, за день, да, до официальной победы, до 9 мая. И причем в этом письме даже он очень сухо высказывается. Он передает привет и перечисляет на пол письма всем, кому он передает привет. Всем родным, сестрам, братьям, родителям, тетям, дядям. И говорит, что жизнь у меня вполне нормальная, стало чуть-чуть лучше. Сейчас собираемся домой. При том, что вот других ветеранов слушаешь, да, они многие рассказывают, что очень счастливы были. Вот по письму деда я понял, что у него было опустошение. Потому что в письме никаких эмоций практически не было. Чисто перечисление, кому передать привет, что он хочет домой. И, может быть, вот проанализировав это письмо, понимая, что когда война закончилась, все равно все ждали чего-то очень большого и ясного и светлого. А просто закончилась война. Дед у меня умер в 90-м году, поэтому одно из самых ярких воспоминаний у меня осталось, когда его всегда приглашали на парад в честь 9 мая. И первый раз я тогда прокатился на танке. Он меня посадил к ребятам, которые вели этот танк. Его очень уважали в нашем городе, и многие знали, поэтому ему разрешили посадить внука на танки и прокатиться. И с тех пор я параду воспринимаю именно как парад в честь победы. Не просто как праздник, а именно победы над фашисткой Германией. Мой солдат, мой дед, Обедков Филипп Иванович. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»